Прыгать, бегать, веселиться от души. Сегодня это разрешается каждому ребенку без ограничений. В Международный день защиты детей в Раменском проходит ежегодный праздник-фестиваль «Июнька». Эта добрая традиция берет свое начало в 1995 году. Проходит обычно в начале июня. В этом году проведение данного мероприятия совпало с первым днем лета. Здесь дошкольные учреждения демонстрируют таланты своих подопечных. Если ребенка будут привиты к правильным отношениям к своему здоровью, к жизни, к занятиям спортом, искусством, конечно, это будет расти личность. Поэтому я с удовольствием сегодня вижу здесь много нового. И убеждаюсь в очередной раз, что нет предела фантастическому преданному делу работников детских дошкольных учреждений к своей профессии. Буратино – семицветик, чемпион, золотая рыбка. Это не только название сказок. Сегодня так назывались педагогические мастерские. Этот год отличается разнообразием интерактивных площадок. Можно сыграть партию в шахматы и стать победителем в матче. А можно погонять на велотреке. Никто не остался равнодушным. И каждый гость нашел развлечение по душе. Самое главное, что это праздник, который реально посвящен нашим детям. И дети, если их любить и к ним относиться, вот так как к ним относятся здесь, на районской земле, они, конечно, отвечают своими успехами в учебе, в воспитании. И мы гордимся районским образованием много-много лет. И я всегда повторяю, что нет ни одного конкурса областного, федерального практически проекта, где бы не участвовали, не были бы призерами дети системы образования районского района. По доброй традиции сегодня чествовали не только ребят, но и педагогов-воспитателей. Ведь благодаря их труду наши маленькие дети находятся под доброй заботой, постоянным вниманием. В детских садах воспитанников социально адаптируют, разучивают с ними песни и танцуют. До школьных учреждений работают как педагоги с многолетним стажем, так и молодые сотрудники следуют семейным традициям. Мы здесь встречаемся с работниками, которые раньше работали в системе образования. Молодые специалисты приходят. И поэтому гордость распирает за то, что вот в этот день, именно сегодня, мы можем поделиться своими эмоциями, радостью по поводу праздника. Какой же детский праздник может пройти без приключений и любимых героев? И сегодня дети вместе с родителями отправились в гости к сказке. Музыкальная постановка была яркой кульминацией праздника. Ведь ее сценаристы, продюсеры, артисты – это все те же сотрудники дошкольных учреждений. Их маленькие подопечные. Это всегда хорошо, когда взрослые проявляют огромное количество внимания детям, отдают им. Потому что все это возвращается в сторисы, есть такое замечательное высказывание. Так что мне бы очень хотелось, чтобы родители и все взрослые стали фанатами своих детей, такими по-доброму фанатами, их поддерживали во всем, потому что детям это необходимо. Хочу пожелать телезрителям больше быть с детьми реально. Не просто купить им гаджет, чтобы они там где-то спокойно сидели и не мешали нам. Потому что, конечно, мы, наверное, уже эти гаджеты из их рук не вынем. Но все-таки, если будет удиняться, ну или хотя бы нормальное время реального общения, когда можно взять за руку маму и папу и пойти вместе, вот это душевный диалог. Вот сегодня, мне кажется, всем людям этого не хватает. И вот очень важно, чтобы это было у детей маленьких. Потому что, если они будут только уметь нажимать на кнопки, то, понимаете, тогда и к родителям будут относиться как к кнопке. Нажать, когда надо, а мы хотим, чтобы они нас любили. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Андрей Пластынов, Елена Шаклеина, Марина Миткевич. Для программы «Городские вести».